Это финальная игра на Омской арене. Лучшие представители Запада играют против лидера Востока. Детская команда ЦСКА отразила все атаки уфимского Салавата Юлаева и была быстрее, техничнее и слаженнее. В результате красно-синие одержали победу со счетом 3-0. И в третий раз стали обладателем трофея главного детского хоккейного турнира Европы. 15-килограммовый кубок армейцам вручили чемпионы мира и Олимпийских игр Юрий Лябкин и Владимир Мышкин. В 11-м Кубке «Газпромнефти» приняли участие 27 клубов из пяти стран. По традиции турнир разделен на две группы. Матчи Запада проходили в Сочи, здесь-то столичный ЦСКА и выиграл путевку в суперфинал у Ярославского локомотива. Ожидание и активная поддержка болельщиков оправдалась. Третья 15-минутка стала для ЦСКА урожайной на шайбой. Итог матча 4-0. Матч тяжелый очень. Ну, ребята молодцы, я им благодарен. Они выдержали и первый напор локомотива, а потом взяли в руки все-таки свою игру. Медали и подарки в Сочи юным хоккеистам вручали легенды советского спорта Сергей Бабинов и Виктор Шалимов. Самое главное то, что у них есть азарт, есть желание. Они с удовольствием играют. И тем более вдвойне, наверное, приятно вручать детям. То, что вот именно на таком стадионе, где приходили Олимпийские игры, вручать награды. И чтобы как бы... Ну, постараться нам после, что пора уже нашей сборной большой выигрывать Олимпийские игры. Сколько можно ждать-то? Мы уже устали ждать, поэтому, думаю, может, они подрастут. Лет через 7-8 кто-нибудь вырастет и будут новые Олимпийские чемпионы у нас. В этом году на Кубке «Газпромнефти» дебютировала и сочинская команда. Начали ребята уверенно, даже добились выхода в плей-офф, но там их ждали более опытные соперники. Я считаю, что мы удачно выступили. Уже минимум 8-го места мы не займем. Для Сочи, так как мы впервые участвуем в этом турнире. Я думаю, это хороший результат. Взять реванш и снова попытаться завоевать главный трофей состязаний сочинцы смогут уже через год на 12-м Кубке «Газпромнефти».